Это была наша дизайнерская коллекция Baby School Life Ценности жизни Там 4 коллекции Очень крутая коллекция Вам, наверное, я показываю Кучу-кучу всякого интересного Потому что в Алайне всегда Самые крутые бренды представлены Я хочу вам показать Уникальный продукт Но маленькую историю Кто-то говорил, что Эмоциональность, комфорт и эстетика Они не могут быть Не могут быть те рука об руку Потому что всегда что-то может быть решать Что-то будет превалировать Но какие-то 50-60 лет назад Творческий дуэт Был такой Рэй и Чарльз Импс Опровергли Это и Своим творчеством Они создали уникальную Уникальную концепцию мебели И свой стиль в архитектуре Которая проиграла то, что Комфорт, дизайн и функциональность Не могут быть Не могут одновременно присутствовать в одном продукте В общем-то коляску Коляску Сайбекс Приям Создатели коляске Сайбекс Приям Вдохновлялись В общем-то Кожеским наследием Этого дуэта Когда создавали этот продукт Но с Коляской Приям Вы все знакомы Уже давно Скорее всего Думаю, что это Один из таких Топ-продуктов Нашего бренда Но я вам хочу представить И Приям Это продукция Которая показывает На каком-то технологическом Уровне Находится Сайбекс И в общем-то Как законодатель В индустрии И куда Тянет за собой Всю индустрию В целом Это уникальная коляска Мы для наглядности Сюда Поставили Гирю 14 килограмм Это где-то 2,5-3 килограмма Да, у нас есть Короче килограмм Давайте посмотрим Да, будет интересно Да, давайте Извини Арман подготовился Это полосу препятствий Я чувствую Да, сейчас мы будем Преодолевать на коляске Тоже, кстати Немаловажный момент Короткий ролик Мама Могли бы два раза Посмотреть, конечно Нет, подождите А там есть крутой Длинный ролик Ты хочешь подготовиться? Давайте Я включу Сейчас Не, на самом деле Все Мне Особенно Не нужно Ну давайте Вот этот ролик Классно посмотрим Два Загистили Веростей Нас Классно Прогонка по брусчатке с коляской, то еще удовольствие, если коляска к этому не готова. Мы с вами в Москве, поэтому момент тоже нужно учесть. Наши коляски, наши готовы. Одним из девизов вообще творческого дуэта Рея Чалза, был такой лозунг, пытаюсь перевести корректно, детали больше не детали, они в основе дизайна. То есть в продукции Cybex очень пристальное внимание выделяется деталям. Вы это могли увидеть, если вы изучали, подходили к стенд, вы изучили продукцию. Здесь на все обращается пристальное внимание. Вышивки, логотипу, ручки, все-все-все, отделки. Теперь, в общем-то, покажу вам коляску, которую мы демонстрировали для вас. Мы специально сделали такие коврики, которые имитируют, не знаю, препятствия в виде песка пляжного или горки. И у этой коляски есть электропривод, и есть куча датчиков, которые сознают препятствия, типа песка или горки. То есть как только коляска чувствует какое-то препятствие, тут же включается электромотор, который строен в задней шасси. Он на батарейку? Да, на аккумуляторе. И коляска с легкостью вообще преодолевает любое препятствие. Ну, это очень сложно объяснить. Вы должны это попробовать, почувствовать, как коляска сама едет просто по сугробам, по песку. Ровно так же коляска сама поднимается на горку, потормаживает, когда вы спускаетесь. Это, на самом деле, уникальный продукт. Это то, к чему идет вся детская индустрия детских колясок, куда идет. В общем-то, Cybex еще в автопреслах в прошлом году показал сенсор-сейк. Ну, реально сомневаюсь. Если вы отпускаете ручку, она не поедет. Она чувствует, что вы где-то. Да, датчик установлен на ручки. У всех колясок, которые мы показываем сегодня, ледка есть. Но так как основной период использования был в Проглышном варианте, самый частый вариант... Ну, коляску и прям я хотел вам показать. Эта коляска отличается только шасси. То есть, в Алландии уже давным-давно представленной и очень хорошим спросом пользуются классические коляски. Приям и Миос. Но здесь эта коляска отличается именно шасси. То есть, если вам нужен и приям, вы покупаете шасси именно с электроприводом. Во всем остальном это одна и та же коляска. Мы сейчас пытаемся сертифицировать эту коляску. К сожалению, наши какие-то регламенты не предусмотрены для сертификации такого рода продукции. То есть, пока мы не знаем, как по каким кодам сертифицировать эту продукцию. Но специально обученные люди справятся. Я думаю, что в ближайшее время мы... Она еще не сертифицирована в России? Нет. Мы надеемся, что... Вот так продаете? Мы еще не продаем. А, она еще не продаем. Мы будем вам показывать. А, просто показывать. То есть, приобрести это нереально? Сейчас пока нет. Можно на европейском сайте заказы или оттуда... Можно на нашем международном сайте сделать заказы и... Сколько она стоит там? Она стоит порядка на 200-250 евро дороже, чем обычная классическая коляска. По пару тысяч евро. Пару тысяч евро, да, доступ? Да. Аккумулятор хватает? Аккумулятор хватает надолго. Не помню. Она заряжается же как-то во время движения. Но надолго. Нет, она не заряжается. Она заряжается дома и на зарядке. В уровне езды она не зеленая. У нее нет функции аккумулятора подзарядки? Нет. Нет. В этом исполнении нет. Надо заряжать дома. Нам, честно говоря, надолго хватает. Мы эту коляску заряжали еще в сентябре на выставке. Я ее катала на выставке. Ну вот с тех пор вот привезли сюда. Я еще и думал, вчера думал позвонить ребятам, сказать, чтобы зарядили коляску. А сегодня вроде уже весь день катали. Там еще три четверти аккумулятора зарядка. Но там есть индикатор, который показывает заряд? И на сколько хватает? Мы позже, когда сертифицируем и когда уже официальный будет релиз и официально будем выставлять в розничных магазинах, конечно, мы сделаем пресс-релиз. Дадим всем блогерам. Мы будем ознакомиться подробно с уникальным продуктом. Но у нас была фокус-группа. Мы давали некоторым опытным мамам пользоваться на пользование. Такая функция нужна, если она нужна. То есть, если вы живете в местности, где много городов, я не знаю, в Тбилиси или в Сан-Франциско, или живете на берегу моря, когда вы много гуляете по песку, пляжному песку, это актуально в таком случае. А так в повседневной жизни в московской не всегда это нужно. То есть, это нужно, когда нужно. В некоторых российских городах очень покатая... Как санксанские города. Да, да, я об этом и говорю. И это зависит от местности. Или если вы гуляете по парку, по лесному массиву, это тоже очень актуально. То есть, если вы живете за городом и гуляете с ребенком в лесном массиве, то это супер актуально. Она в Сенег, так она реагирует. Ровно так же, как и по этой резине, то ровно так же тащит и сама едет. И она не может буксовать, потому что... Потому что не может буксовать. Потому что она не автономно работает. Она работает в зависимости от уровня препятствий. Вот. В общем-то... Я очень надеюсь, что клеток будет. Я очень надеюсь, что... Если мы в апреле получим сертификат, то уже в конце апреля успеем завести. Мы ее сможем найти в магазинах Алан. А, да, да. Алан наш флагман, наш основной партнер. И, конечно, все новинки, все самое новое, мы им в первую очередь представляем в Аланте. Мы в нужном месте. Прекрасно. А когда спускается с горки, если отпустить ручки, она сама будет стоять? Да, да. Она не поедет. Она не поедет просто, да? Не поедет. Когда с горки спускаетесь, коляска подтормаживает. И можно просто отпускать, и она коляску очень-очень медленно едет. Но для этого, конечно, Сайбек всегда страхуется. И сделали вот эту лямочку, чтобы всегда цеплять за руку для страховки. Это голландский сертификат, пункт безопасности, кстати говоря. И все передовые производители такую студию сейчас уже как-то обязательную фактически имеют. Главное, чтобы родители понимали, для чего это была привычка ей пользоваться. Вообще, честно говоря, несколько лет назад, когда мы гадали эту коляску в парке, в Глазионе, она очень мягко едет. Вообще без электропривода. Еще первая версия, она очень мягко едет. И по ровной поверхности достаточно чуть-чуть толкнуть, и она сама едет параллельно. Я помню, мы с супругой гуляли еще с первым ребенком. Мне нравилось толкать коляску, когда коляску сама едет. Люди все смотрели, а, смотрите, коляску сама едет. Тогда еще даже не было у разработчиков мыслей, не было у наших разработчиков, не было мыслей создать электропривод, пришпандорить коляске. И мы всегда, мы тогда подумали, что было бы прикольно, чтобы коляску сама помогала ехать. Ну, в общем-то, мысли материализовались с инженерами Cybex, и теперь она реально сама едет. Очень классно, прямо по лесному массиву. А его надо потом выключать, или он сам выключает? Нет, можно выключать. А если не выключать, он сам выключается? Сам не выключается, ничего страшного. Если не выключать, даже по ровной поверхности, пока нет препятствий, как мотор не зарабатывает. Это вы стоите с вами два в одном или только? Два в одном. А как люлька выглядит? Как? Люлька как люлька. Люлька выглядит прекрасно. Я сейчас вам принесу. Сейчас я вам принесу. Жень, может кто-нибудь спальный блок от Приама дать? Спальный блок. Там два разных коленей, спальный блок от Приама, коллаборация. Я не стал акцентировать ваше внимание именно на... Ну, долго не стал акцентировать внимание на приистории продукции. Я хотел просто показать вам именно уровень технологического развития в целом сайбекса, который в колясках реализован в этом продукте, в автокреслах. У нас, опять же, вы еще не сертифицировали сенсор-сейф, который в автокреслах у нас на ремне безопасности, который мониторит температуру в машине, мониторит, не отстегнулся ли ребенок, потому что... О, какая красивая! Феррари! 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 Даже не знаю, как мы разорвемся. Ну, правда, раз уж мы начали о деталях, именно коляски Приам, хочу фиксировать на том, что я уже говорил, что здесь на детали обращается очень большое внимание. Здесь все кнопки с памятью, то есть не надо одновременно нажимать на кнопки, рукоячиться, нажали с одной стороны, нажали с другой стороны и вытащили. Это очень важно, если... Сколько плановейте? Коляска весит... Ну, где-то 13,5 килограмм. 13,5? Это мало? Да. Это спальный блок коляски. Здесь мне принесли спальный блок от коллекции Феррари. В прошлом году у нас стартовала коллаборация с Айбекс и Феррари в трех коллекциях с латинами, в лолд и сильвер. В латином коллекции Феррари нам предоставили такой дизайн серый с черным, с красными характерными линиями. Очень, очень красиво получился, особенно в платья новой коллекции очень красиво получился. Здесь тоже все кнопки с памятью. Все натуральные материалы. Я не буду рассказывать вам во втором... Про летний функционал, потому что он сейчас как раз на коллекции очень актуален, да. Да, потому что малыши, которые рождаются летом, они вынуждены там лежать и потеть в закрытых крюльках. Да, да, это важный момент. И если в коляске есть вот такая функция, конечно, это здорово. А мне кажется, все малыши в носке сидят. Матрас с памятью. Деревянное дно. Это тоже характеризует как бы племиальность продукта. Здесь можно посмотреть во многих других колясках, даже дорогих, где все из пластика, из каких-то пенопластов. Здесь все натуральные материалы, дерево. То, что я говорил про детали, даже вот такие мелкие вещи, как название коляски, не знаю, какие-то шильдики, на это обращать очень-очень пристальное внимание. И все доводится до усовершенства. Очень крутая коляска. А складывается база у нее, ручка не складывается, да, то есть она довольно-таки длинная. Вы как мой племянник. Мы просто говорили, мы консенсировались, что ручка не складывается. Все время говорил, мы ездили в моей машине, мы говорим, дядя, а вот эта машина круче, чем твоя машина? Почему ты все время считаешь, что какая-то машина круче, чем моя машина? Ну, хотя бы вопрос по-другому ставь. Твоя круче, чем моя машина? Эта круче, чем твоя? Нет. Здесь все складывается как положено. Эта коляска уникальна как раз тем, что очень компактно складывается вместе с прогулочным блоком. О, вот и все. Таким легким движением руки. Это, кстати, тоже важный момент, да. Можно поставить лицом к себе или лицом по направлению. И еще важным преимуществом этого прогулочного блока является то, что блок раскладывается горизонтально. Это, кстати, большая редкость для колясок летних, вот особенно таких прогулочных. И здесь, если вы заметили, здесь не просто спинка откидывается, а здесь спинка раскладывается со смещением центра тяжести. То есть вот центр тяжести смещается. Это для улучшенной устойчивости. А вот прогулочный блок в зиму как вам? Прекрасно, потому что есть такой замечательный аксессуар, теплый конверт. У этой коляски есть еще один функционал. Если преодолевать какие-то высокие барьеры, можно и бея лестницы коляску переводить в двухколесный режим. И, в общем-то, с собой. И так же будут крутиться колеса у меня с батрекой? Как? Привод так же будет работать в таком режиме или нет? Не знаю. А вот давайте. Да. Работает? Да, да. Хотел сказать, это позиция для того, чтобы за собой таскать. Ну да, и позиция для... Это для того, чтобы с собой таскать или по лестнице подниматься или по глубоким сугробам ездить. Ну, в общем-то, все, что вам до этого момента рассказывали, все, что вы знаете о колясках, все самые лучшие характеристики, конечно же, это все реализовано в этой коляске и плюс все остальные опции, которые есть помимо этого. Я, кстати, сказал, что гирька у тебя там лежала внутри, а то, может, никто не заметит. Я? Сказала. Кстати, она без гирьки тоже сейчас ехала, хорошо. Да, ехала хорошо, да. И теперь она даже лучше едет. Ну, мы ее всегда ставим, что очень многие родители, у которых первый ребенок, они вообще не представляют, что коляска в магазине и коляска в жизни – это две разные вещи. Потому что там лежит ребенок 5-6 килограмм, это надо толкать. А постарше уже дольше. Поэтому мы ее всегда на выставке, когда показываем коляски или на реформах, мы всегда ставим, например, манекен или груз какой-то, чтобы будущие родители понимали реальную нагрузку. В общем, если есть вопросы, и не только по коляске, по любой продукции, сами будут вам ответить. То есть апрель-май планируете ее продажу, да? В России, я думаю, что да. А в Европе она уже продается? В Европе продается, да, вообще. Где Приан? То есть даже Приан только... И Приан, да. Дорогие друзья, есть вопросы еще? Ну, вы можете, я не знаю, какие-то вопросы, если у вас выбор стоит между какой-то коляской, каким-то брендом и сайбексом, можете спросить, чем они отличаются, я могу на все это ответить. Очень многие спрашивают, почему, наверное, коляска такая дорогая? Сколько, кстати, стоимость коляске будет планироваться? Я не помню, сколько. Ну, это зависит от дизайна. Все зависит от дизайна, да. Есть у нас фэшн эдишн, какие-то лимитированные серии. Здесь говорить о стоимости рекомендации. Неуместно, согласна. Мы же пирали покупаем. Ну, это дорогой продукт, да. Это дорогой продукт, и здесь полная аналогия, как с автомобилем. Можно ездить в любом автомобиле. Гарантии сколько будет на эту штуку? Гарантии на коляске сайбекс два года. Но мы, честно говоря, сейчас хотим вообще, кстати, Антош, хотел сказать, мы хотим пересмотреть гарантийный срок колясок. Мы раньше добавили гарантию два года на коляске, и мы хотим пересмотреть. Я думаю, что через некоторое время соберемся с вами с деталями и обсудим, потому что участились, когда люди катают, знаешь, три года гарантии на коляску, катают три года, потом просто возвращают, угрожая ли это судами, говоря о том, что вы знаете, что-то затерлось здесь, и это проблема. Таре, таре, у нас хороший план. Ну, вот, ветка на лодках. Можно остановиться по поводу ремней. Здесь специально ремни делают разъемные? А что такое разъемные? Ну, когда каждая точка ремня, она отдельно в пряжку вставляется. Здесь мы переместили, тут у вас, как они называются, трехточечные. Они поясничные, плечевые, соединенные. А больше мамы любят разъемы. Когда поясничные отдельно, плечевые отдельно. Нет, неправда. Правда, правда. Я даже не знаю, что существует разъемные ремни. Я вам говорю, как активный пользователь колясок, а мама, которая с мамами другими общается, или... Нет, это не так. На самом деле, у колясок приям, как раз вот эта запатентованная система ремней, фиксация, она очень удобная. И у меня двое детей, я сам пользовался этой системой. И мне кажется, так гораздо удобнее, чем когда отдельно нижняя часть, и верхняя часть. у каждого из вас вы считаете, что пятиточечные, в данном случае удобнее, мы считаем, что такое исполнение гораздо правильнее. Вы согласитесь, для производителя дорог, крупного производителя, именитого производителя... Нет, я вас спрашиваю, почему? Потому что, может быть, это какая-то запатентованная... Да, это запатентованная система, это запатентованная система, и это облегчает фиксацию ребенка и правильно фиксировать ребенка. Что с ребятами? А, не просто, а просто фиксируют? В принципе, любые авторюрки ставятся на этот шасси. Переходники, все есть. Правильно, любые. Садятся? Обычно ставятся. Это у них уникальный... А, когда мы смотрим, перебарь стоит. А, откуда? Ремер стоит. Конечно, тоже. Ну, Сайбок-то просто так... А, авторюрки ставятся сюда без переходников. Правильно? А, авторюрки без переходников просто на шасси. Нет, авторюрки устанавливаются с помощью переходников, которые находятся в комплекте. В комплекте. Да. Комплект переходников есть в каждом шасси, в том числе в этом... В этом... Вообще, переходники... Сейчас пойду принесу. А, авторюрки... А, авторюрки... А, авторюрки... Сайбокс и Макси Козе являются лидерами и с точки зрения количества, правда, и с точки зрения безопасности, комфорта. Поэтому все производители коляса... Производители коляса делают переходники по... Ну и, кстати, момент очень интересный. Вот хочу добавить, что компания «Сайбок» в 2015 году первыми произвели уникальную авторюрку, которая может принимать горизонтальное положение при использовании вне автомобиля. Тоже удобная для нас, для мам тема такая. Да, и вещь, когда вне автомобиля используем, а мы используем. Это здорово. Если говорить именно об этой авторюрке, это как раз уникальная авторюрка, которая вне автомобиля может раскладываться в горизонтальное положение, и здесь уже ребенок, младенец, младенец может находиться сколько годно долго, потому что здесь... Это вот вопрос, сегодня был просто вопрос у нас предыдущий, что если у нас малыш едет, сколько времени, как ему дать отдохнуть, как ему дать полежать, и самое главное, возникает вопрос, где? Вот мне кажется, тут вопрос решен. Разные специалисты по-разному к этому вопросу относятся. Многие ортопеды считают, что детей больше 25 минут нельзя возить в такой позе в авторюрке, и даже если вы застряли в пробке или долгая дорога, надо вытаскивать, массировать время от времени. Но в любом случае, в авторюрке младенца возить долго не рекомендуется. Сейчас многие катают по городу, гуляют по городу с коляской, с колесами. Точнее, авторюрка с колесами. Это именно авторюрка с колесами, для того, чтобы от машины дойти до дома, и там от дома до машины. Никак не для прогулок. Но для прогулок у Сайбекса такое решение, это уникальное решение, это единственное в своем роде такое кресло, насколько я знаю. До примерно 13 килограмм. Но по новому стандарту где-то до 87 сантиметров. Сколько в месяц? Ну это где-то до года. До года? Да, до года. Но опять же, все зависит от того, когда у вас ребенок родится. То есть если 8 месяцев вашему ребенку исполнится в декабре или в январе, когда будут лютые морозы и ребенок будет в комбинезоне, там не знаю, куча-куча всего, то ребенку будет дискомфортно даже в 7 месяцев. Поэтому все зависит от времени. А так примерно для ориентировки это 87 сантиметров по новому стандарту. У нас есть, кстати, зимние конверты, которые для автокресел адаптированы, где ребенку не нужен комбинезон, она сразу внутрь, ремнями внутри пристегивается. Да, извините. А вот точно, что всегда нужно использовать для благоустройства? Ну да, вот такие конверты, которые есть, которые сертифицированы именно от использования автодомики, они не позволяют там ездить гораздо дольше, потому что они снизу почти отсутствуют, они не в ткани, а основное – сверху, то есть нижние части в коляске не будет холодно, а для автокресла они адаптированы. Ну это очень хорошее решение. Про автокресло, потому что мы вот, к сожалению, в рамках одного проекта колясочного, про все эти нюансы сложные, нам вот хочется дать вам такие вот пункты, чтобы вы увидели характер бренда, философию его, и потом, в принципе, уже мы поможем дальше сориентироваться. Ну да, это очень актуально. Иногда чисто визуально, когда ты увидела, понимаешь, что это вот маяр, чтобы мне про нее не рассказывать, а наоборот. Ну что, есть вопросы у нас еще к Армену? Бренд Cybox. Круто все. Все круто. Да, все круто, согласна. Действительно, удивительные технологии, современные, позволяют нам с вами выбирать все самое лучшее для наших детей. Удюжи нормандосы. Я приехал. Для станет ковязок, но коврики не понадобятся. Мы коврики заберем, заберем для формы. Да, я не могу, кстати, привезти такой коврик. У нас для вас есть красивый стенд с большим монитором, мы это все привезем, как только начнем продавать. Людям заранее, поэтому люди будут так, чтобы месяц, да, сказать, что это будет. Да, мы идем дальше. Идем дальше. С брендом Cybox мы не прощаемся. Надеюсь, временно еще только расстаемся. Ждем появления шедевров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова